Также будет почищена акватория, в которой будут спускаться люди. Сезонное преображение пляжа на острове отдыха под своё крыло взяли местные предприниматели. Рабочие красят забор, косят траву, убирают мусор и готовятся обрабатывать территорию от клещей. Это первый этап благоустройства. Потом на пляже разместят фудкорты, раздевалки, обновят спортивные площадки и поставят шезлонги. Закончить работы предприниматель планирует до 1 июля. Также мы предоставим площадки для мусора, разнесём по пляжу урны, наймём дворников, которые будут следить за чистотой и порядком на этой территории. Также мы заключили уже договор на вывоз мусора, будут также собирать пластик, все отходы после отдыха горожан и также они будут вывозиться ежемесячно. Полностью обустроить пляж обещают к 2025 году. В будущем, по рассказам предпринимателя, здесь появятся беседки, мангальная зона и прокат катамаранов. А пока многих горожан, особенно в преддверии пляжного сезона, интересует только один вопрос – можно ли купаться? Был произведён отбор проб Роспотребнадзором, были взяты пробы песка, пробы воды. После исследований данных образцов будет принято решение Роспотребнадзором о допуске или недопуске к воде. Сейчас этот пляж больше похож на дикий. Однако, как обещают подрядчики, в скором времени сюда завезут чистый песок, который соответствует требованиям и не навредит вашему здоровью. В Красноярце справедливо считают, что в городе не так много мест, где можно отдохнуть в жаркий день. Но даже если пляжи благоустроят, это не значит, что Енисей – безопасное место для купания. А вот то, что купаться нельзя в городе, как вы к этому относитесь? Это печально. С одной стороны, это печально, с другой стороны, ограничения установлены не просто так. И если они есть, то лучше стоит этого придерживаться. Ну а то, что у нас в городе нет мест, где покупаться, это действительно грустно. Но, надеюсь, в будущем они появятся. Зачем нам загрязнять лишний раз? Потому что есть специальные места, где можно купаться. Поэтому лучше туда ехать и купаться, чем в общественных местах. Ну, конечно, хочется, чтобы что-то было, чтобы в городе можно было. Потому что не у всех же есть возможность выехать куда-то, тем более с детьми. Раньше были открытые бассейны, а сейчас как-то нет ничего. Если вы не сторонник купания в Енисее, то можно уехать за город, например, в Бархат-парк. Правда, в этом году администрация базы отдыха отказалась от статуса пляжа. Купаться на озере парка запрещено, но разрешено в бассейнах, которые находятся на территории аквапарка. Это значит, что вода в озере не будет проходить еженедельную проверку, не будет спасателей и установленных буев в воде. Соответственно, нет документов, разрешающих официальное купание в озере. Также мы более не инициируем проверку Роспотребнадзора на лабораторные исследования воды. Поэтому в соответствии с законодательством нами на берегу установлены таблички «Купание запрещено». А мы, в свою очередь, информируем об этом посетителей. Отдохнуть и пока что только посидеть у воды можно еще на других пляжах Красноярска. На озерах Стрелка, Любовь и Тихая. В мэрии рассказали, что из этих водоемов также взяты пробы воды на проверку. Еще один довольно популярный парк находится на мясокомбинате. На территории пляжа стоят раздевалки, шезлонги, лавочки. Однако искупаться горожане не смогут. Зато уткам и другим пернатым в воду вход свободный. Не стоит забывать и про частные бассейны в черте города. Например, прищепка, мираж, ривьера и другие. Надежда Шепеньева, Анастасия Масленникова, Данил Мамонтов. Новости ТВК.